60 лет в небе. Украинский Ан-24 отмечает юбилейный полет. Самолет стал первой разработкой конструкторского бюро Антонова, который подняли в небо киевские пилоты. По этому случаю в Гастомеле под Киевом организовали демонстрационные полеты. Подробности расскажет Игорь Меделян. Он на программе мероприятий. Добрый день, Артем. Программа мероприятий сегодня довольно обширная. Начали демонстрационные полеты с самолета Ан-28 под управлением опытного пилота, летчика-испытателя. На борту самолета как раз находились несколько парашютистов. Это довольно известные люди в этом виде спорта, которые занимают призовые места и на европейских чемпионатах, и на чемпионатах мирового уровня. Были продемонстрированы несколько упражнений, как самим пилотам показывал мастерство управления машиной в небе, и после этого уже высадились в небе сами парашютисты, которые также показали разнообразные упражнения и приземлились после этого в заданной точке. Также сегодня мы наблюдали за тем, как совершали полеты легкие самолеты. Один из них, это уникальная разработка предприятия Антонов. Как говорят организаторы мероприятия, такой разработки нет нигде еще в мире. И сегодня также мы наблюдали за полетами этой машины. И вот прямо сейчас в небе находятся несколько самолетов. Эти самолеты принадлежат бригаде транспортной авиации, 15-й бригаде транспортной авиации вооруженных сил Украины. Как раз это и есть те самые Ан-24 и Ан-26, о которых сегодня идет речь. Это главные виновники сегодняшнего торжества. Ан-24 впервые взлетел в небо 60 лет назад, а Ан-26, как его преемник в этой линейке, взлетел в небо ровно 50 лет назад. И сейчас, по сообщению организаторов, самолеты этой линейки в мире используются даже больше 600 подобных моделей. Артем. Спасибо за подробности. Игорь Меделян наблюдает за демонстрационным полетом самолета Ан-24. Сегодня уникальной разработке украинских авиаконструкторов 60 лет. Субтитры создавал DimaTorzok